Все тайные комнаты цирка Дю Салей. Пойдемте. Попкоин, попкоин! Используйте фитнес-тесты. И будьте здоровы. Живите богато. Я все. Подписывайтесь на канал. Подписывайся на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Цирк Дю Салей. Люблю тебя. Привет, друзья. Сегодня в цирке Дю Салей день открытых дверей. И вообще сегодня в Квебеке, в провинции, все организации открывают свои двери, чтобы люди могли прийти и посмотреть условия работы. И цирк Дю Салей не стал исключением. И сегодня эта компания открывает двери для всех, кто любит цирк, для тех, кто хочет посмотреть, как тут все устроено, как создаются мировые шоу. Так как у канадцев есть эта возможность, я подумал, а почему бы не дать эту возможность вам? И мы вместе с вами сейчас пойдем и посмотрим все закулисья, все тайные комнаты цирка Дю Салей. Пойдемте, друзья. Это персонаж из шоу О. Значит, мужчина выходит на сцену, начинает читать газету, а потом начинает гореть. И сидит гарип минут, наверное, пять. Ну, в общем, долго горит. И когда смотришь это шоу, ты не понимаешь, что происходит. Человек горит, и никто не выходит его тушить. Оказывается, у него крутейший костюм, который пошит из этого материала. Используя костюм из такого материала, можно себе спокойно гореть еще даже не одно, а три-четыре шоу. Друзья, мы сегодня проходим фитнес-тестирование, такие основательные. Но это поможет построить нам правильную, грамотную тренировочную программу и увидят точно, где слабые места, которые нужно подтянуть. It's not competition, guys. It's not competition, guys. Is it in our blood? Ну что, ты думаешь, выиграл немножко? Я уверен в этом. Характер. О, бери! Хорошо. О, Макс. Скажи, что там по подготовке. Как на Олимпиаду? Крути. Крути. Во внутренних ротаторах я выиграл у Алексея, наружный ему проиграл. Алексей... 1-1. Счастлив? 1-1. То есть он счастлив от того, что еще держится. Мейкап-стенд, профессиональный мейкап-стенд, используется в основном косметика Мак. Когда мы тренировались его делать, мы делали 2,5 часа. Но потом, конечно, рука набивается. В течение 30 минут тоже можно сделать крутейший мейкап. Чтобы обучиться мейкапу, у нас выделяется на это примерно 20 часов мастер-классов. На протяжении 3 месяцев мы будем тренироваться. Начинаем делать мейкап. Всегда не хватает времени, так как много шагов, так как рука как крюка. И, конечно же, потом, когда уже сделал свою сотню мейкапов, то он получается буквально за 15 минут. Примерно 2 месяца уходит на разработку мейкапа, стилистики под новое шоу. Самый простой мейкап – это 25 шагов. И самый сложный мейкап – это 63 шага. Это то, что сейчас есть в цирке Дюсселей. У каждого артиста есть своя вот такая вот методичка, где по шагам описан его мейкап. И мы используем ее на начальных этапах, подглядывая, что, как и когда и чем нужно делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Вот мне сделали, кстати, мейкап. Теперь я похож на Элвиса. Мелочь, а приятно. Будем следовать за каким-то богомолом. У цирка Дюсселей порядка 27 шоу. Они разбросаны по всему миру. Некоторые из них стоят как театры стационарно в Лас-Вегасе. Некоторые из них путешествуют в формате арен. То есть заезжают в хоккейные арены, в баскетбольные, и там выступают. А есть шоу, которые приезжают, разбрасывают свои большие шапито. А, смотрите, какой друг у нас тут. А, не разговаривает русский. Все, пойдем дальше. Друзья, мы попали в департамент, где шьют костюмы для цирка Дюсселей. Вот видите, вот эти вот маски, как мы их называли. Это из аллегрии. Я с ними очень хорошо знаком. И мои друзья носили эти маски, когда выступали. И когда я на них смотрю, я вижу не вот этих причудливых персонажей, а своих друзей. Это прикольно. Костюмы играют важнейшую роль в постановках шоу «Цирка Дюсселей». Они создают ту самую невероятную атмосферу, которую придумали режиссеры и постановщики. И интересно то, что костюмы стоят примерно от 5000 долларов. И разработка костюма минимум занимает полгода. С нуля все костюмы шьются внутри арт-завода «Цирка Дюсселей». Все делается именно здесь, в Монреале. Молодец! Алексей, ты же рекордсмен, скажи, шо делать надо. Секрет. Никакого секрета. Высоко верхний подниматься. Конечно, как можно быстрее. И на опору не становиться. Опору дается, абсолютно. В итоге, абсолютно не нужны. Время. Разве часы. Разве часы. Ааааааа. Такое. Самоеaja. Разве. В паху тепло пошло? Да не, как-то ягодичное, ягодичное. Какую сторону тяжелее всего было? Почему-то вперед. Вперед, да, вперед тяжелее всего. Как-то колено вперед надо сильно выводить, а это не типично. Ну а из тех тестов, что прошло, какой самый тяжелый пока? Да они все прикольные, прям тяжелые, не знаю. Они необычные. Хорошо, какой больше тебе понравился. Нравился? Наверное, вот этот. Да. Вот этот самый прикольный. Он просто, тут есть такая, какая-нибудь какая цель. Жека, в этом упражнении самое главное не думать. Вот когда думаешь про ту мышцу в паху, как она напряжена, очень тяжело. Подумай, как всегда. Мы не знаем, о чем думать, да. Ты сильный? Так. Так. Но не сильнее, чем я. Никто сильнее, чем ты. Оля-ля, хорошо, молодец. Ты молодец, абсолютно вообще молодец. Мы прекрасные формы, мы готовы ловить, бомбить. А вот там вот вы видите головы, вон там, вот там, вон там. Это наши головы, головы артистов. Десять лет назад была специальная процедура, тебя садили в комнату, одевали такую небольшую маску, пленку, да, и потом твою голову практически гипсовали. Не самая, не самая приятная процедура. Тебе оставляют две дырочки для носа, ты дышишь, но ощущение, как будто тебя закопали заживо. И то есть получается слепок твоей головы, и создается вот такая вот головешка. То есть уже присутствие артиста не нужно. Сейчас это все делается уже на 3D принтерах. Так что, друзья, технологии пришли в целью солей. Если вдруг вы видели аватара, то имейте в виду, что они все рождаются здесь, в цирке де солей. Здесь, друзья, у нас такая ария, где работают тренеры. Здесь работают преподаватели арт-мастерства. И много фоточек здесь всяких. Из разных поколений, много-много людей, я уже сюда свою фоточку вот присоединил. У нас есть расписание наших тренировок. Мы точно можем знать, кто с нами работает, потому что здесь висит имя каждого специалиста, каждого преподавателя. Также в нашем распоряжении есть компьютеры необходимые. Ведем тренировочный учет, скажем так. Здесь еще у нас есть вот такие вот ящички. То есть, почта, которая нам приходит, она приходит сюда, попадает в эти ящики. Она приходит на адрес цирка де солей, единый. И здесь внутри компании уже находит всегда своего адресата. Так что, вот это место, это такой практически дом для артистов. Мы всегда знаем, что придя сюда, мы найдем родственную душу. Друзья, это одна из студий цирка де солей. Сегодня здесь куча детей. Каждый ребенок может попробовать какое-то цирковое искусство. Здесь есть и жонгляш, крутят какие-то тарелочки. Здесь детки ходят по канату, вот вы видите, да? А вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались цирковым искусством? Я могу уже и по канату ходить. Мы также были частью дня открытых дверей. Но, к сожалению, нашу студию и наш номер, так как он находится в стадии разработки, снимать пока нельзя, но те люди и друзья, которые пришли посмотреть своими глазами без гаджетов на наш номер, были в абсолютном восторге и, конечно же, попросили пофоткаться с ними в конце на память. Я уверен, вам наш номер тоже понравится. И как только будет возможность снять его для вас, я это обязательно сделаю. Используйте фитнес-тесты, если вы реально крутые атлеты. И будьте здоровы. Живите богато. Я все.